Еще одна схема рекурсии возникает, когда у нас имеется функция, у которой есть несколько списочных аргументов. Тогда мы вынуждены делать сопоставление с образцом по одному аргументу и по другому. То есть у нас есть функция, есть несколько образцов, ну в частности два образца. Давайте посмотрим, как это делается. Примером функции из стандартной библиотеки, выполняющей такую работу, служит функция zip. Функция zip работает следующим образом. Она принимает два списка и соединяет их поэлементно, беря первый элемент из первого списка, первый элемент из второго списка и возвращая пару и упаковывая результат, такие пары, в результирующий список. Ну, например, если мы вызовем эту функцию на двух вот таких вот списках, первый список содержит три элемента, один, два, три, а второй список содержит пять строковых элементов, то мы получим следующий результат. Первый элемент из первого списка и первый элемент из второго списка объединились в пару. То же самое произошло со вторыми элементами, то же самое произошло с третьими аргументами. Как только один из списков закончился, так работа функции zip тоже завершается, то есть последние два элемента второго списка, более длинного, они пропадают. Давайте посмотрим, как реализована функция zip в стандартной библиотеке. Вот перед вами реализация. Сначала мы обслуживаем случай, когда один из списков пустой. Неважно, какой список, первый или второй, является пустым результатом, оказывается пустой список. То есть zip пустого списка с чем угодно, это просто пустой список. Это вполне естественное поведение. Это два терминирующих условия, то есть схема рекурсии у нас изменилась, потому что у нас два терминирующих условия. Наиболее интересное это третье уравнение, третий случай, когда оба списка не пусты. Тогда мы используем стандартное сопоставление с образцов, разбивая первый список на голову и хвост, и второй список тоже на голову и на хвост. И выполняем работу функции zip. Берем голову первого списка, голову второго списка, соединяем в пару. А над хвостами, списками AS и BS, вызываем функцию zip. Такая функция сходится всегда, по той простой причине, что у нас длины каждого списка уменьшаются на единицу на каждом шаге. И как только один из списков обнуляется, а он обнуляется, если списки конечны, то наша функция завершается. Можно обобщить функцию zip, рассмотрев следующую функцию zip3. Функция zip3 выполняет ту же самую работу, но только ей в качестве аргументов передается не два списка, а три списка. Отсюда циферка 3 в названии функции. Возвращаемым значением служит не пара, а трехэлементный кортеж, тройка. Точнее говоря, список троек. Функция zip3 реализована следующим образом. Она разбирает каждый из списков. На голову и хвост составляет из голов списка в тройку, а на хвостах вызывает себя рекурсивно. И эта тройка добавляется в голову результирующего списка с помощью оператора двоеточия. Во всех остальных случаях, а остальные случаи означают, что один из списков пуст, потому что все непустые списки покрываются вот этими образцами, мы просто возвращаем пустой список. Операция обратной к операции zip служит операция unzip. Операция unzip делает следующее. Она берет список пар и возвращает нам пару списков, где первый список состоит из первых элементов пары, а второй список состоит из вторых элементов пары. Функция unzip тоже может быть реализована с помощью споставления с образцом. Идея приблизительно та же самая, что и в предыдущих споставлениях. Здесь у нас, правда, один аргумент, поэтому мы разбираем этот единственный аргумент. Если это пустой список, то возвращаемым значением, естественно, служит пара пустых списков. Если же список не пустой, то мы можем взять список, мы обозначили хвост его x, y, s, и оторвать его голову. Голова представляет собой пару, и мы выполняем споставление с образцом более глубокое. То есть вот это споставление с образцом по списку, но мы углубляемся дальше и выполняем споставление с образцом над парой. Таким образом, x связывается с первым элементом текущей пары, y со вторым элементом текущей пары. Ну а x, y, s это хвост, который представляет собой список пар. Теперь нам нужно значение x добавить в голову, значение y добавить в хвост. Но откуда нам взять голову и хвост? Нам нужно вызвать unzip на хвосте нашего списка, а дальше разобрать результат, получившийся результат. И здесь нам приходит на помощь конструкция letIn. Мы вызываем на хвосте функцию unzip рекурсивно. Функция unzip возвращает нам пару списков. Мы делаем сопоставление с образцом в предложении let, в выражении let. А именно возвращаемую пару списков мы разбираем и говорим, что это пара. Первый список это список значений типа A, второй список это список значений типа B. Теперь у нас уже есть все четыре объекта, которые нам нужны. У нас есть текущие элементы пары, списки пар, получившиеся в результате рекурсированного вызова. И мы добавляем элемент х к списку значений типа A, а элемент у типа B к списку значений YS типа B. Таким образом конструируя итоговую пару списков.